Неких денег я на этом не зарабатываю. Мне пытаются, что я всех обуваю, я очень много обув на скачанных книгах. Всех обув, да? Ну и так далее. Следующий вопрос. Здесь спрашивают, что в Куркино, в Северо-Западной Москве существуют действия секретной лаборатории на планетян, где свозят детей и так далее. Но я, так сказать, этот вопрос не сталкивался, хотя таких лабораторий есть не только в России и везде. И, естественно, такие вещи есть. Только не обязательно это не плантяне делают сами, а делают наши спецслужбы, используя материалы инопланетян, пытаясь получить гибриды и так далее. Но явно наши спецслужбы не читали славяно-реские веды. А нужно было бы. Потому что вот там же четко приводится, что довольно-таки высокие иерархии с материнских планет, откуда наши предки пришли, с материнских цивилизаций, именно прилетают на Землю, чтобы получить развитие дальнейшее. То есть только на Земле можно выйти на уровень творения. И практически все инопланетяне... Вот если бы люди, к сожалению, которые сейчас находятся под воздействием идеологии и так далее, социальных проектов, если бы люди развивались как положено, вы не представляете, какие потенциалы... Конечно, это не значит, что у всех одинаковый потенциал, потому что генетика — это генетикой, но еще существует сущность, которая должна правильно действовать, правильно реагировать, делать выводы и так далее, и так далее. Потому что если бы люди развивались правильно, вы не представляете, каких уровней возможностей достигает человек, который родился на этой планете. Особенно люди белой расы. И не потому, что белая раса специальна, особенно потому, что она изначально несет качества такие, которые ни другая раса не несли. И если учесть, что другие расы были привезены сюда как беженцы порядка 40 тысяч лет назад нашими предками, и тоже было специально организовано, чтобы они попали сюда, ну, причину я уже описывал, почему. Ну, опять-таки, здесь никакого уничтожения, унижения, пренебрежения нет. Разве можно сравнить ребенка грудного или даже ходящего в детский сад и, допустим, человека закончить в университет какого-нибудь? Если спросить пятилетнего ребенка, что он может сказать по квантовой физике, к примеру, да, и он ничего сказать не может, значит, что считать он тупым или примитивным? Нет. Нет. Просто ребенок должен вырасти, пойти в школу, закончить, поступить в университет, изучить эту квантовую физику, то же самое. После чего он сможет дать ответ. Здесь никакого уничтожения, просто есть расы молодые, есть более зрелые расы. Есть молодые люди, дети, зрелые и пожилые. То же самое относится к расам. Поэтому я его поняту эволюционного числа, которое описывает условно, естественно, не то, что это лучше или хуже, а то, что качественно отличается. Ведь, извините, мы сидим здесь все вместе, люди, так? Вы хоть можете найти два человека, которые одинаковые, внешне? Кроме близнецов однояйцевых, людей похожих друг к другу нет, правильно? Ну, близняшки только однояйцевые. Вот, это называется однояйцевые близняшки. Есть разные яйцевые, но это медицинские термины. Так вот, значит, следующее. Если люди разные, значит, нужно взять кого-то из-за талона, да? А всех остальных уничтожать, потому что они отличаются, да? Это, получается, если кто-то отличается по тому параметру от другого, ну, по росту, к примеру, по другим параметрам, значит, или его нужно уничтожать, потому что он выше или ниже, или других. Или считать это дискриминацией, что оскорбление, национальное достоинство или так далее. Глупость все это. Поэтому, как дети, есть рожденные, там, несколько лет, молодые люди, подростки, молодые люди, зрелые, пожилые люди, имеющие совершенно разный опыт и жизненный путь, и в этом ничего нет, что, получается, что человек, проживший интенсивную жизнь, активную, он, получается, дискредитирует и оскорбляет того, кто только родился или так далее. Ну, абсолютно нонсенс, абсурд. Так вот, нужно просто, есть вещи реальные, объективные, а есть просто придуманные моменты. Так вот, нужно четко различать и понимать, в чем они отличаются друг от друга. Поэтому, так сказать, вот такие вещи, которые происходят, действительно происходят, ведут разные разработки, пытаются, и у нас в Америке пытаются получить гибриды, чтобы получить суперозум. Ну, во-первых, вот скажите, как вы думаете, если прилетает какой-то космический корабль? Кто на нем прилетает? Пилот. Ну, в лучшем случае, это если научный исследователь, какой-то ученый, да? Ну, если исследовать. Не думаю, там, крупное какое-то светило и рах какой-то. Для половых исследований, так? Ну, в данном случае, на половине, если брать такой вариант. И что, они знают все о достижении своей цивилизации? Это нужно взять таксиста и требовать, чтобы он рассказал код от единого чемоданчика президента, да? Много он расскажет. Так это то же самое. И вот из-за аидиатизма такого, что вот, ага, если не прилетели с другой планеты, и их техника разница выше, чем наша, то они должны знать все. Пилот знает, как управлять своим кораблем. Все. Он даже не знает, как этот корабль создан. Кто его сказал? Как? Вы спросите любого пилота, летающего сейчас, тоже на космическом кораблях и так далее. Они что, знают, как теорию, практику создания, они знают, какую кнопку, когда нажать, и что дергать, когда не то? И замечательно, и их задача это и делать. Объяснить полет. Если они общей теорией имеют представление, то это общее представление, то есть в общих словах, что там стоит окислитель мощности, соединяется, укисляется, загорается и все, и так далее, и летит куда-то. И нагрузку не знаю, что получают, потому что они на тренировках получают нагрузку. Все, что они знают. Так чем пилоты, прилетающие с других цивилизаций, отличаются от тех же пилотов наших? Да ничем. Они просто пилоты. И никаких суперсвобобностей, возможностей у них нет. И не может быть в априори. А те иерарии, которые существуют в их цивилизации, которые действительно владеют, и это зависит от какая цивилизация, возможностей и так далее, в большинстве случаев здесь не появляются. А если бы появились, то, имея такие возможности, они никогда бы не попали в лапы тех же самых спецслужб. То есть понимаете, какой примитивизм существует? Есть хороший анекдот из категории планеты обезьян. Слышали такую категорию, да? Ну, американские астронавты, их шаттл тепет крушение на планеты обезьян. Обезьяны захватывают пилотов, загоняют их в клетки и показывают банан и кнопочку красную. Вот нажми кнопочку, получит банан. Ну, пилоты начали возмущаться, кричать. Мы же разумные существа. Чего же тогда, как идиотов держите? Ну, один день, второй день, третий, четвертый, пятый. Не знаю, сколько там мне уточняется. Ну, например, на моменте голод не тетка, жрать хочется, да? Ну, этот пилот думает, черт, нажму эту идиотскую кнопку, хоть покушу что-то. Нажимает кнопку, получает банан, ест. Наблюдающий, там, шимпанзе, горилла, неважно, записывает. После длительных тренировок в Рэдбулса простейший условный рефлекс. Вот, понимаете, вот анекдот, но то, как наши люди подходят к таким явлениям, вот основано, в принципе, в таком же. Они свои собственные понятия, представления о том, что они вообще не представляют, проецируют на то, что они не знают совершенно. И считают, что все должно быть именно так, как они думают. Так что вы думаете, выводы. А, к сожалению, лаборатории такие есть. Не понимая, что дети дети без всяких вмешательств, если их правильно развивать, то они достигнут тысячу раз больше то, что никаким цивилизациям, которые прилетают и присылают свои тарелки сюда. Именно из-за этого не присылают, что они могут понять, что происходит. Никогда не достигнут. Никогда. А еще то, что происходит, почему это не происходит или происходит искаженно. К сожалению, созданная сейчас социальная среда, паразитическая, воздействует на человека с его рождения. И очень часто человек, не подозревая, даже хороший человек, который растет в этой среде, она не уходит влияние, и оно влияет и проявляется во многих аспектах. Потому что вот я наблюдал за людьми, которым кое-что, ну мозги перестроены, скажем, чтобы было проще, с 91-го года. И могу сказать следующее. Вот человеку даешь те возможности, которые у него никогда не было, и никогда не будет, если он сам будет это делать. Всего правильных причин. Но это долго разъясняется, к чему это не важно сейчас. И объясняешь, что нужно и как нужно делать, чтобы эти возможности можно было реализовать и развиться, достичь действительно чего-то стоящего. И вот вы знаете, вот за сколько лет, ну с 91-го, посчитайте, я не вижу ни одного человека, а их несколько сотен, около 200 с лишним прошло, ну 10 с лишним за это время, не реализовал даже десятой части того, что можно было реализовать. Почему? Потому что вот социальный паразитизм, социальная среда паразитическая, для того, что каждый человек, получив, он считает, что он лучше знает, лучше понимает, что и как делать. И начинает уже с своей колокольни применять то, чего он даже непонимания не имеет. Потому что я же не объясняю человеку в деталях, что вот это сделан механизм, и так далее, и так далее, вот это происходит, то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Если я расскажу, займет несколько лет, чтобы только объяснять. Я просто говорю, извините, это так, такие правила нужно делать, вот так, 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 и объясняю, почему нужно делать так. Нет, к сожалению, не хотят. Хотят немедленно получить все и вся, и в переводе денег, денег, денег. Да даже я не вижу ничего зазорного, если человек делает что-то и получит за свой труд деньги. Это труд и труд тяжелый. Один из слушателей, так сказать, когда он попробовал раздробить камушек небольшой в течение пяти минут на расстоянии, после этого он спал, вырубился на 30 часов и не разрушил камень, между прочим. То это огромные нагрузки. А если допускается ошибка, то человек может погибнуть. То, кто делает это. Есть ошибка. Но когда говоришь человеку, что для того, чтобы произвести, ты должен разработать, действовать вот так, 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 так. Говоришь разумные вещи, что нужно начинать с простых вещей, которые очень легко, быстро можно контролировать. Ну, я приводил к примеру язву. Потому что, если правильно действовать, даже хроническую язву можно убрать, ну, за исключением редких случаев, которые там связаны с функцией мозга, там есть другие, несколько причин, из-за чего возникает язва. Если не функциональное, а обычное перевозбуждение блуждающего нерва, так называемого, которое связано с нервной стрессовой ситуацией, то это максимум две недели и не остается ни язвы, ни следов, ничего, подтвержденных документально. И объясняешь, как нужно делать. Вот вы когда создаете программу, вот вы делаете, проводите, и вы видите, достигнутся или нет. Если не достигнутся цели, значит, вы что-то сделали не так. Ищите до тех, по которым не найдете. Того варианта, когда вы решите задачу, простейшую. И тогда вы уже получите связь обратную, будете чувствовать то, что вы в голове создаете, и то, что на самом деле происходит. Но самое интересное, никого-то не интересует, никто не хочет делать какую-то язву, сколько людей, которые страдают язву, сколько можно помочь, правильно? Да сделайте бесплатно. Не-не-не. Я, допустим, до сих пор работаю, 90 с лишним процентов, что делаю, делаю бесплатно. Хотя, извините, делаю то, что никто никогда не делал. И мог требовать миллионы за то, что работал. Но я помогаю людям, тех, кто достойный, когда я вижу, что они достойны помощи, помогаю. И делаю это бесплатно. А некоторым людям еще сам деньги даю, помогаю. А мне деньги никто просто так не дает, мир и прочее. Следующий вопрос. По поводу эволюционного развития. Дело в том, что эволюция, развитие человека, если наше слово, развивать. Итог РА. То есть, понимаете, да? Субтитры создавал DimaTorzok